Всем привет! Меня зовут Женя и я очень рада, что вы смотрите это видео. Если вы смотрите это видео, значит вам интересно и вы хотите посмотреть, какая я была раньше страшненькая и послушать мою историю о том, как я изменилась, о моих переменах, что меня мотивировало, что меня стимулировало и как вообще я добилась такого результата. Хотя, наверное, те, кто меня не любит, могут сейчас написать в комментариях «Фу! Да посмотрите, какая она страшная! Она вколола в себя миллион уколов и вообще, что она может вам посоветовать?» Поэтому, наверное, вам не стоит смотреть это видео, ребята, потому что вы и так неадекватно меня воспринимаете. Это видео для адекватных, для моих зрителей, которые понимают меня и которым интересна моя история. И сразу хочу вначале предупредить, что это видео не для тех людей, у которых есть проблемы со здоровьем, есть какие-то заболевания, поэтому не берите это на свой счет. Это для обычных людей. И сразу хочу сказать такую фразу, что я считаю, что каждый человек может повлиять на свою судьбу, каждый человек может повлиять на свою жизнь. И вы сами в силах изменить себя, изменить свою судьбу. И нельзя верить приметам, нельзя верить каким-то поговоркам и высказываниям о том, что вот это судьба и бла-бла-бла-бла, ничего невозможно изменить, потому что это судьба. Это неправда, ребят. Я на своем жизненном пути, на примерах многих моих подруг, родственников, я знаю обратно, что человек может помогать своей судьбе. Вы можете действительно помочь судьбе быть лучше, в сто раз лучше, чем вы были вчера. Это очень легко, это доступно. И сейчас я расскажу вам свою историю. Начнем с того, что я на днях выставила фотографию в инстаграм, коллаж, какой я была 19 лет и как я выгляжу сейчас. Честно сказать, 19 лет я выглядела хуже. Я сейчас смотрю на фотографии и я понять не могу, почему. Ведь я была молодой, в принципе, у меня был прекрасный метаболизм. И что произошло с моей внешностью и с моими волосами и вообще со мной, что происходило, почему я так выглядела. Хотя на тот момент мне казалось, что я была супер красоткой, я была такой эффектной и вообще я себе очень нравилась, всегда себя любила. И честно сказать, это очень важно в жизни, любить себя. И еще хочу сказать вам одну вещь, что никто не имеет права говорить вам, что вы что-то не так или неправильно делаете в своей жизни. И что вы некрасивый или что-то у вас некрасивое, никто не имеет права это делать. Если вам кто-то об этом говорит, старайтесь меньше общаться с этим человеком. Это мой вам совет. Давайте сейчас вместе посмеемся. Я покажу вам фотографии из своего прошлого. Здесь мне 19 лет, у меня перегидрольные белые волосы, тросшие корни и узкие, тоненькие, выщипанные брови, круглое лицо, щеки, второй подбородок, потому что я была на килограмм 11-12 больше, чем я сейчас есть. И еще, по-моему, здесь у меня, да, у меня здесь не накаченные губы. Я не знаю, как происходило в вашей жизни, но на мои внешние изменения все время кто-то или что-то влиял. Конечно же, влияла мода. Вы можете сказать, что в тот момент как раз были в моде тонкие брови и выжженные волосы. Но мне они абсолютно не подходили под мое лицо, под мои грубые черты лица. Никто не мог мне показать, как мне лучше. Да, может быть, мне было бы лучше блондинкой, но в другом каком-нибудь оттенке, да, либо холоднее, либо теплее. Знаете, еще, наверное, зависит от родителей. Мои родители мне вообще не запрещали делать какие-либо эксперименты. Моя мама мне не запрещала. Я, наверное, уже с 14 лет начала подкрашивать волосы, там какие-то пряди делать на волосах. Мама красит волосы, я там брала у нее краску и немножко красила тоже свои волосы. Как бы с этого все и началось. То есть, можем рассмотреть вот эту фотографию. Я здесь со своей сестрой, любимой Яной, и я у нее на свадьбе. Мне лет 16, если не меньше. Прическа под мальчика подстрижена, но мой натуральный цвет волос. И я была очень худой всегда. Это был еще один мой комплекс. Каждый на тот период должен был мне сказать, что я очень худая. Потому что я не входила просто в стандарты. Тогда в моде были девушки пополнее с формами, а я была очень худым, высоким, сутулым подростком. И почти всем это не нравилось. Мне говорили, что я очень худая. В итоге ввели меня в комплекс. Я начала дома пить пивные дрожжи. Я купила в магазине, помню. Пыталась, наверное, всячески угробить свое здоровье. Потому что я начала переедать специально. Ела на ночь. В итоге я не поправлялась. Ну, конечно же, я подпортила свое здоровье. Тем самым, благодаря комплексам. Опять же, поэтому, ребят, никогда никого не слушайте. Если что-то в вашей жизни не так происходит, или что-то не так с вашей внешностью, если вы здоровый человек, если у вас что-то не так с работой, если у вас что-то не так с вашей жизнью, друзьями и вообще с жизненной ситуацией, это ваш выбор. Вы можете сейчас со мной не согласиться и сказать, что нет, я такого не выбирала, я всегда думаю по-другому и желаю себе другого. На самом деле это неправда. Я давно поняла про себя такую вещь, что все, что я не делаю, и все, что не происходит со мной, это мой выбор. Если мы с мужем ругаемся, или я ругаюсь с другими людьми, это мой выбор. Значит, я сама этого хочу, может быть, подсознательно, где-то там глубоко, и даже себе не даю отчет, и не признаюсь в этом. Но это есть на самом деле. Глубоко покопавшись, со временем я это поняла. Если я пухленький человек, и если мой вес не уходит долгое время, если я годами хожу в этом весе, я постоянно жалуюсь всем о том, что мой вес не уходит, я не знаю, что мне делать, я вроде бы и на диете сижу, и ничего не происходит, и со здоровьем все в порядке, это ваш выбор. Или, значит, вы недостаточно стараетесь для того, чтобы с вами произошли какие-то перемены. Все у вас в голове, у самих вас. Каждый человек может влиять на свою судьбу, если действительно этого захочет. Моя мама росла в очень бедной семье, в деревне, она проучилась в деревенской школе. Она была круглой отличницей, несмотря на то, что они жили очень плохо, и у нас дедушка, ее родной отец пил постоянно, и были проблемы в семье, и бабушку убил, и они, дети, все страдали, и могли еще дети получить. В общем, страдали все, плохо ели, плохо спали, но, несмотря на это, моя мама хорошо училась. Дальше у нее была старшая школа, потому что в деревне, по-моему, они учились там до восьмого или до седьмого класса, больше классов не было, и ей пришлось уже пойти в другую школу, которая находилась в другой деревне. До нее нужно было идти примерно 4 или 5 километров. Денег у них было очень мало в семье, и мама донашивала обувь своей сестры, старшей тети Любы, ходила уже зимой в этой обуви, по-моему, даже мама была больше нога, чем тети Любы, больше размер, и она с горем пополам ходила в этой обуви, и мерзла. Несмотря на все это, мама была круглой отличницей, закончила школу с красным дипломом, и, соответственно, там же она могла выйти замуж за какого-нибудь Петю в деревушке, родить ему четверых детей, пасти коровку, и все было бы замечательно. У моей мамы была возможность закончить школу, и ей выдали такой сертификат. Она могла с этим сертификатом поступить в любой университет в городе уже, в Украине, в городе Винница, и учиться, и, может быть, даже в других еще городах, я уже там точно не уточняла. В итоге она выбрала другой путь себе, и мне кажется, она ни капельки не жалеет о том, что она сделала. Она не видела никогда свою жизнь в деревне, как она мне рассказывает, так что она никогда не хотела там жить. Моей маме не нравилось мировоззрение людей, которые жили в деревне, она хотела чего-то большего, и человек этого добился. Она уехала в Россию, а затем она пошла на пароходе на Камчатку, работала на пароходе, дальше больше, потом встретила моего папу, они поженились, и в итоге сейчас они живут в Японии, у нее трое детей замечательных, вместе со мной, конечно же. И жизнь, в принципе, сложилась по-другому. Хотя она могла сложиться абсолютно по-другому. Если бы мама осталась жить в Украине, она бы, соответственно, не встретила моего папу, потому что мой папа вообще не собирался в Украину. Вообще. Я считаю, что каждый человек вправе выбирать свою судьбу. Конечно же, ей говорили 100 тысяч человек, что, Леся, не делай этого, не едь никуда, ты что, там же чужие люди, да кому ты там нужна, да что-то у тебя здесь куча возможностей. Она никого не послушала, она сделала свой выбор и уехала. Конечно же, каждый человек рискует, вы рискуете, но вы знаете, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Только победители рискуют. Люди, которые боятся изменить что-то в себе или в своей жизни, они не рискуют, заметьте, они боятся, они ничего не хотят менять, они боятся. А люди, которые победители, у которых что-то получается, они рискуют всегда в своей жизни. И это, мне кажется, очень главный мотиватор. Можно брать это как за пример. Мамочка, моя любимая, привет, если ты смотришь это видео. Как мне кажется, у меня есть замечательная привычка восхищаться другими людьми. Это не плохое качество, потому что я не фанатею, я не схожу с ума и не перевоплощаюсь полностью в того человека. Я беру только положительные какие-то моменты и стороны. Я восхищаюсь человеком и я пытаюсь брать от него те качества, которые меня восхищают в этом человеке, которых не хватает во мне. Каждый год мой идеал, он менялся со временем. Может быть и моды менялись, и люди менялись, но всегда был тот человек, который меня восхищал. Старайтесь меньше общаться с людьми, которые негативят. Если вас окружают такие люди, старайтесь с ними меньше контактировать. Это правда. Я по собственному примеру знаю, если люди вечно недовольны, если им не нравится постоянно что-то, постарайтесь избегать таких людей, они вас тянут на дно, они не дают вам развиваться, и со временем вы тоже становитесь такой же скрягой, начинаете замечать вот эти все недостатки в других людях. У того целлюлит, у того нос не тот, у того губы не те, у того волосы не те, одевается она не так, а вышла замуж за кого кошмар, а понарожала или не поронарожала, или вообще нет детей, да это ужас. Старайтесь не обращать на такое внимание и не общаться с такими людьми, потому что это кошмар, это негатив, и вообще это не должно никого касаться, потому что каждый человек, он живет как хочет, это его выбор. И чем меньше вы будете обращать внимание на недостатки других людей, тем меньше вы будете замечать в себе недостатки, тем проще вам будет жить. Концентрируйтесь на красоте, старайтесь себя окружать красивыми вещами, красивой музыкой, фильмами, людьми, старайтесь всегда выглядеть красиво, ухоженно, опрятно, одевайтесь в чистую одежду, мойте чаще ваши волосы, ухаживайте за кожей лица, за волосами, и вы заметите, как негатив постепенно исчезает из вашей жизни, ведь негатив нас съедает, делает нас хуже, мы от негатива быстрее стареем, поправляемся, и нам плохо становится вообще по жизни жить, так что, девчонки, старайтесь максимально избавиться от негатива, находите в себе положительные качества, что вам в себе больше всего нравится, и подчеркивайте эти качества, если у вас длинные ноги, носите короткие платья, носите мини-юбки, носите шорты, показывайте ваши ноги, соответственно, эти ноги должны быть проэпеллированы, гладковыбриты, и кремом помазаны, знаете, они вот такие вот, щетиной и так далее, многие написали мне еще под фотографией, что я сделала себе какие-то пластические операции, поэтому я сейчас вот так выгляжу, блефопластику, нет, я не делала блефопластику, я просто похудела, девчонки, это очень важный момент, когда вы худеете, вы меняетесь, ваше лицо меняется, и все вообще на свете меняется, главное, потом это все подтянуть, какими-то массажами, я уже снимала видео про массаж лица, вообще очень важно для девушки, если у вас нет противопоказаний, делать массажи лица, массажи тела, заниматься спортом, подтягивать свое тело, быть в тонусе, и тогда вы будете меняться, и еще хотела заметить, что женщины с годами становятся только лучше, это я как бы сделала вывод по своему жизненному опыту, по опыту подруг, я смотрю на своих подруг, на родственников, почему-то женщина с годами больше ухаживает за собой, почему-то женщина с годами не занимается больше спортом, развивается в каких-то трослях, я не знаю, с чем это связано, почему мы в молодости не можем все это делать вовремя, ну, начиная хотя бы с 16 лет или с 18, нет, мы начинаем заниматься там после 27, уже такими какими-то вещами, которые делают нас лучше, а до этого момента мы, наверное, расслабляемся, кайфуем, можно не иметь дорогой косметики, уходовой за лицом, но при этом хорошо ухаживать за кожей, можно подобрать недорогой, качественный уход, который подходит именно под ваш тип кожи, если вы разберетесь в себе, поймете себя, какой у вас тип кожи, какой у вас цветотип, какие оттенки вам подходят, если вы во всем этом разберетесь, вам станет легче, вы будете подбирать правильно уже себе одежду, под ваш цветотип, вы будете делать макияж под ваш цветотип, который подходит вам, вы будете уже, соответственно, выглядеть лучше и гармоничнее, когда вы начнете разбираться в каких-то тонкостях, которые характерны вашему типу внешности, и опять же на эти темы есть миллионы видео в ютюбе, старайтесь окружать себя действительно умными, интересными людьми, от которых можно чему-то научиться, которые будут вас стимулировать, вдохновлять, мотивировать, я надеюсь, вам понравилось мое видео, всем спасибо за просмотр, пока-пока!